Полицейские говорят о снижении количества происшествий на дорогах региона, однако их счет ведется на тысячи. Поэтому безопасность – это приоритетное направление, которому уделяется максимальное внимание, как со стороны сотрудников правоохранительных органов, так и тех, кто ответственен за надлежащее состояние дорожных артерий. По какой причине граждане продолжают совершать нарушения правил дорожного движения, садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения, вводят без прав, допускают столкновения и наезды на пешеходов, превышают скорость на опасных участках. Это вопрос скорее риторический, поскольку каждый несет личную ответственность за свою безопасность, а полицейские тщательно следят за тем, чтобы ни один нарушитель не избежал справедливого наказания. Вместе с этим, по информации департамента полиции, почти на 25% в регионе снизился показатель аварийности. На 24,5% снижено количество раненых. В абсолютных цифрах это выглядит 429 против 324. А также наблюдается снижение по погибшим. Это на 28,1% с 32 до 23 фактов. Анализ показал, что основным видом ДТП является столкновение. Это 120 ДТП. Наезды на пешеходов 53. 68% от общего количества совершены в городах. Это 153 факта ДТП. Кроме этого, снижено количество неучетных дорожно-транспортных происшествий, количество которых снижено на 34,8% или на 989 фактов. Если в прошлом году эта цифра составляла 2840, то в этом году уже составляет 1851. В целом, если рассматривать и проводить еще более глубокий анализ, то основными причинами являются несоблюдение скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов и перекрестков, нарушение правил маневрирования, также управление состоянием опьянения, а также иные виды правонарушений. В текущем году за 7 месяцев 2022 года было выявлено 113 986 административных правонарушений, из которых наложено на 70 890 штрафов на сумму 588 миллионов тенге. Бюджет за 7 месяцев текущего года поступил 1 миллиард 700 миллионов тенге. Вместе с этим от бдительного ока стражей правопорядка не уклонился ни один ответственный за дорожные недоделки. Полицейские провели 1064 обследования состояния дорожного полотна в регионе, и итоги этих проверок были неутешительными. Более 1700 предписаний об устранении нарушений стали итогом мониторинга. К слову, как подчеркнул начальник департамента полиции, большее количество нарушений найдено именно в Усть-Каменогорске. Из-за отсутствия финансовых средств 29 нарушений остаются неисправленными. Это 25 отделов ЖКХ пассажирского транспорта автомобильных дорог по замене 200 знаков и устранению ямок. Дороги республиканского значения 4, это ВКО, ТО, Казах, Автодорог, где из-за отсутствия краски нет разметки. Аналогичные замечания относятся и к автодорогам областного значения, не состоящих на балансе управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Те подрядные организации ТОО «Обл-ШКСЖОЛ» до настоящее время не выполнены объемами поработки установки 1070 дорожных знаков. При этом за неудовлетворительное содержание дорог было составлено 113 протоколов, из которых 14 выписали Акимам городов и сельских населенных пунктов, 10 руководителям органов ЖКХ, должностным лицам 55. Анна Муцепула, Алтай Акпарат.